В городском поселке Смиловичи подвели итоги зонального этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Два представителя Червенского района со своими разработками вышли на областной этап. Заведующий ресурсным центром Смиловического сельскохозяйственного профессионального лицея Артем Кривопуст представил устройство для производства пилет – экологически чистого топлива. Полученные гранулы можно использовать для отопления помещений. Опилки, которые мы присвоим, из них получаем пилеты. Принцип работы данной машины в том, что матрица сжимает нашу стружку или опилки и превращает их в такие вот пилеты. Приезжали к нам пять районов. Участники представляли свои проекты в разных номинациях – и в социальной сфере, и в здравоохранении, и лучшая бизнес-идея. Червенский район также представит Альбина Филон. Педагог дополнительного образования Смиловического центра творчества детей и молодежи имени Хаема Сутина. Идея проекта – создание новой музейной площадки под открытым небом. Она будет состоять из трех блоков. Это дендросквер, арт-площадка с работами учащихся центра, а также зона с мольбертами и другими принадлежностями для творчества. Цель данного проекта была – это сохранение и развитие как туристического потенциала Смилович, так и сохранение художественных традиций. Проект представляет собой создание на территории учреждения открытого пространства, четвертого зала музея пространства Хаема Сутина. Всего в зональном этапе конкурса были выставлены 12 проектов. Кроме двух представителей «Червенщины», еще четыре участника из Минского, Смолевического и Держинского районов вышли на областной этап. Он пройдет 29 декабря в Минске.